Несколько молниеносных ударов и враг повержен. За четыре года иркутянка Софья Жукова выучила десятки приемов и может соревноваться наравне с мальчиками. Рассказывает, до девяти лет занималась танцами. Тогда решила попробовать что-то новое. Пришла с братом на тренировку в местный клуб. Ей понравилась техника боя и она здесь осталась. Я считаю, что каждый выбирает то, что ему нравится. И на самом деле, мне кажется, что девочки в боксе выглядят очень красиво. С первенства России Софья вернулась серебряной медалью. В финале подвело волнение. Это ее первые соревнования такого уровня. Кроме нее, Иркутск представлял Федор Вильман. Участвовал он в той же возрастной группе 12-13 лет. Однако за плечами было больше соревнований. Поэтому удалось справиться с волнением и одолеть противника в финале. У меня было около 60 соревнований и ни одно, наверное, не сорнялось соревнование на России. Это очень большое открытие для меня, то, что я выиграл и то, что поучаствовал вообще там. Как рассказывает тренер, ребята выступили на достойном уровне. Но до идеала еще далеко. Где-то нужно подтянуть защиту, в некоторых местах атаку. Будем работать над недостатками. Они есть. Они есть как у тренера, они есть и у спортсмена, и у тренера. Вот мы это все взвешиваем и будем учить себя, будем работать над ошибками. Мы будем готовиться к следующему турниру, который будет проходить 30 августа до середины сентября. Это среди школьников. Совершенствоваться будут во всем, чтобы воспитанники привезли домой только золотые медали. Но летний сбор – только промежуточный этап. Следующий Кубок России пройдет уже в октябре в Чите. Никита Гробовецкий, Константин Синицын. Новости сейчас.